Дорогие друзья, я хотела бы поговорить с вами на тему о том, миф это или правда, что для цветения корни растения должны упираться в стенки горшка. Я получаю много вопросов на эту тему и многие относятся к этому скептически. У всех по-разному. Растение может зацвести и так, и так. Но все-таки опыт мой и многих моих знакомых показывает, что это все-таки правда. Я тоже раньше не верила, с детства выращиваю разные растения. Помню, еще давно-давно посадила женское растение, спатифилу. Решила его рассадить, маленькую часть посадила в очень маленький горшочек и побольшую часть посадила в огромный просто горшок. И что удивительно, то растение оно было как бы отсажено, оно должно было еще адаптироваться, но оно зацвело почти сразу. Еще листики такие были довольно слабенькие, но зацвело сразу. Корешки уперлись, упирались в стенки горшочка. Горшочек вообще из-под сметаны был. И оно зацвело. А вот это огромное не цвело долгое время, потом только оно зацвело. У него такие шикарные листья были, все, но не цвело. С фиалками, особенно с фиалками, это показывает, что это правда. Вот сейчас у меня с двух листиков листики, два листика росло вместе с большим растением. Я вам показывала в одном из роликов, просто подсадила. И потом пошли листочки, как бы все одновременно это фиалочки, две фиалочки развивались. Я посадила одну фиалочку в стаканчик из-под йогурта, а другую в стаканчик, не в стаканчик, а в горшочек побольше. И вот это до сих пор не цветет. Сейчас я буду тоже снимать видео, как я буду ее стимулировать для цветения. Которая в большом горшочке, она не цветет. А которая в горшочке из-под йогурта, она маленькая, но она уже зацвела. Наверное, это правда. На улице тоже один человек спрашивает, как же так не зацветет в горшке, если не упирается. А как же на улице они цветут? На улице часто тоже, вы, наверное, тоже заметили, растения больше цветут, когда они посажены вместе. Когда они густо насажены, когда растение одно, оно не очень хорошо цветет. И дело не только в том, что им там весело вместе на грядке, а в том, что если вы смотрели передачи разные, BBC, вот это все там, все это показано. Что растение, когда оно под землей соприкасается с корнями других растений, да, в огороде, в саду, в природе, не с горшком соприкасается в данном случае, а с корнями другого растения. И это дает сигнал растению наращивать корни, наращивать листья, цвести. Оно обильнее цветет, обильнее, в общем, лучше развивается, если соприкасается корнями с другими растениями. Ну, конечно, если не совсем уж там, когда они душат друг друга растения, это уже другой вопрос. Но когда растения посажены у вас в огороде, в саду, рядом, вместе, они лучше цветут. Это всегда так. И вот так же и в горшке, друзья мои. Когда в горшок упираются немножечко корешки, уже достают, как бы не то, что там упираются, дышать им нечем. Когда они уже вылазят из всех дырок, это тоже плохо. Вот. Ну, не всегда, но плохо растение, если задыхается. А так вот, если просто соприкасается немножечко со стенками горшка, то это сигнал для растения, что может быть какое-то другое растение, да, его корни рядом. И растение начинает обильнее, обильнее развиваться и цвести. Все-таки, наверное, это правда. Об этом пишут. Мой опыт показывает, что, скорее всего, друзья мои, это правда. Поэтому, да, если кто-то критикует все это, ну, мы ведь пишем, ну, как бы я свой ролик делаю для тех, у кого не цветут растения. И вот мы разбираем вот эти несколько причин. А у кого цветут, пожалуйста, если даже они там в бочке растут и цветут, значит, все хорошо. И я думаю, человек не будет смотреть ролик про цветение, если у него все цветет. Я тоже не буду смотреть ролик, как печь блины, если я знаю, как хорошо печь блины, да. Мы все это делаем для тех, у кого что-то не получается и разбираем разные причины. Также вот, ну, например, про герань говорят, ой, там бабушки в деревне никакую землю не меняют, ничего. Не скажите, не скажите. Бабушки в деревне тоже весной подсыпают свежую землю или полностью меняют. Ну, часто подсыпают. Что подсыпать свежую землю, об этом даже дети знают. Вот. В общем, как бы, если кто-то сомневается, посмотрите разные каталоги на эту тему, книжки. Может быть, для кого-то действует это правило, для кого-то нет. Но все-таки для того, чтобы растение цвело, желательно, чтобы горшок был не сильно огурен. Субтитры создавал DimaTorzok